Сейчас мы с вами заходим в зал, в котором есть реконструкция мозаики. Даже это не реконструкция, это древнеримская мозаика, обнаруженная в одном из домов и перенесенная сюда. Как мы видим, уровень очень высокий. Вообще я хочу сказать, что люди, после того, как я... А это первое в моей жизни поселение, остатки вернее его, древнеримской эпохи, с которыми я лично столкнулся, я пришел к неутешительному выводу, что за две тысячи лет мы деградировали. То есть технологически человечество развилось, но как личность человек превратился по большей части в жующее самодовольное животное. Вот те образцы культуры, да, я хочу сказать, вот символ города Фрежус, это вот эта вот найденная во Фрежусе такая двуликая скульптура. Она сегодня является городом, символом города. Мы можем посмотреть, насколько искусно древний резчик исполнил это. Надо учитывать, что сегодня у людей, которые занимаются искусством, есть масса пособий, да, есть возможность поехать в другие музеи. А перед древним художником был только ты, твой замысел и небо над головой. Больше ничего не было. Никакой другой информации. Поэтому, конечно, те произведения искусства, которые до нас дошли, они, на мой взгляд, значительно ценнее, потому что учиться можно было только исходя из опыта. Крайне редко, да, человек выезжал за пределы своего поселения, в котором он жил и работал, потому что это тяжкий труд, который требует времени. У людей просто не было времени на разъезды, тем более скоростя в те времена были совершенно другие. Давайте посмотрим на эту голову. Сейчас я почитаю, что здесь пишут. Значит, в 1822 году, вот, возле Золотых ворот нашли вот эту голову, да. Это голова греческого бога Зевса. В общем-то, ну, в общем-то, и всё, что здесь пишут. Это белый мрамор. Вот. Посмотрите, как отполировано лицо, да. А ведь это сделано инструментами очень нехитрыми. Не было никаких современных средств обработки камня. Да, ещё не было возрождения. Ничего этого не было. Вот то, что мы, о чём мы знаем, допустим, в жизни, я вижу, так она без носа была найдена. Нос, наверное, был уже реставраторами пределом. Но, тем не менее. То есть, для того, чтобы понимать уровень развития древнего мира, мы сейчас с ухмылкой, наверное, относимся. На самом деле, это была великая культура, великая империи. Времена империи, к сожалению, проходят. Одна из последних Российской империи, к сожалению, тоже шатается. Хотя мы с надеждой ещё смотрим на то, что, может быть, она не упадёт окончательно. Сюда мы обязательно зайдём. У меня есть сюда билет. Посмотрим, что там. Вот. Часть статуи женщины, да. Ну, только складки. Конечно, артефактов здесь не очень много, да. Но даже те немногие, которые до нас дошли, часть капители, Каринской, да. Это, по-моему, не Дорический орден, это всё-таки Каринский. Да, судя по лепесткам. Вот. Дошедшая до нас. И мы видим, что это довольно высокохудожественное произведение. Ещё что мы можем увидеть, это, я так понимаю, это чей-то надгробный камень. Ну, первый-второй век нашей эры уже, я так понимаю, это монумент, относящийся к женщине. Но это всё-таки римский надгробный камень. Ну, вот, мы ещё раз окинем зал. Общий вид этого зала, да. Он небольшой, здесь всё очень маленькое, но... И перейдём в следующее.